Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорт расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин. Обещаю, будет интересно. Энергия. Самарская команда с таким названием играет в студенческой лиге. Интересно то, что лига оправдывает свое название. Действительно, на паркет выходят баскетболисты, которые учатся и выступают за свой вуз. В Самаре это политех. Как сложился первый сезон для энергии, мастеру спорта расскажут капитан команды Дмитрий Дударевич и главный тренер Александр Селяев. Здравствуйте! Здравствуйте! Я считаю, что результат прекрасный. В год дебюта команда создана первый год, естественно, хотя лига существует 10 лет, и уже наши вузы, не только политех, принимали участие. Но такого результата команда впервые достигла. И, войдя в число 12 лучших команд страны, а в лиге АСБ Ассоциация студенческого баскетбола участвовала около 800 команд. Были деления по дивизионам, но это ведь на каждом этапе сильнейшие. И в данный момент мы своей игрой, участвуя в студенческой лиге ВТБ, которая тоже проходила внутри этой лиги Белого Ассоциации студенческого баскетбола, мы попали в число 64 команд лучших сначала. И потом, значит, по уже системе без права на ошибку, как и называется официально эта система, когда нельзя проиграть, потому что проиграв, ты фактически сразу выбываешь. Мы заняли в итоге, вошли в число 12 команд, потому что там система довольно сложная, значит, в одном городе 4 команды собираются, ты играешь 2 игры, 2 выиграешь, проходишь дальше. То есть, таким образом мы вошли в число 12 команд. Конкурсовалась команда очень просто. Дело в том, что когда стало известно где-то в августе месяце о том, что будет создана студенческая лига ВТБ, значит, это вот опять формат первый, новый, как говорится, где будут собраны, будем говорить, одни из лучших команд всей страны. Был конкурс. Я вам скажу, непросто мы туда попали. Прежде всего, это наличие спортивной базы, то есть хорошего спортивного зала. Второе, значит, заинтересованность ВУЗа прежде всего. Третье, это, будем говорить, спортивная составляющая со стороны игроков, то есть команда, чтобы скрупплентована была хорошими игроками, потому что когда подается заявка, естественно, предварительно подается список игроков, они рассматривают, тоже это входит, то есть, каков спортивный уровень команды. Третье, четвертое, немаловажное, это успеваемость игроков. Это обязательно. В каком плане успеваемость? Очень простая. Например, первый этап, предположим, который начало сезона, чтобы ни один игрок команды не имел никаких задолженностей по учебе. Дмитрий, вот расскажите внутреннюю кухню. Вы, как капитан, влияли на то, то есть, ходили в деканаты и говорили, ну, это классный игрок, поставьте зачет там или троечку по экзамену. Такого нету, что вот я играю за энергию в Сангуту и поставьте мне зачет. Ну, нужно учиться и играть, и все. С вашей точки зрения сложно было попасть в команду? Ну, как получилось. Я год назад закончил профессионально заниматься баскетболом, вот, играл в баскетболном клубе «Самара». Получилось так, что я учусь в политехническом институте, и мы созвонились с Александром Петровичем. Он пригласил меня, но я думаю, почему бы не помочь университету, поиграть за него. Мне, как бы, доставляет удовольствие. Вот, и где-то, наверное, с октября месяца я начал, вот, играть за энергию в Сангуту. Ваши впечатления? Ну, я скажу так, что я играл по молодежной лиге ВТБ, а потом старался попасть в команду Суперлиги. Играя по молодежной лиге ВТБ, я не ощутил разницы, например, играя по студенческой лиге ВТБ, по лиге Белова, потому что уровень сейчас практически студенческой и молодежной лиги ВТБ, он одинаков. Мы находимся в росте, как говорится, и есть еще впереди, как говорится, много пространства для того, чтобы подняться выше. У нас, как у дебютантов соревнований, очень хорошие показатели именно в этом. А все это благодаря, прежде всего, что именно работа такая, которая проводится, прежде всего, группой людей, значит, от спортивного клуба «Космос», она позволяет надеяться, что и в дальнейшем мы только будем расти и улучшать и спортивные показатели, ну и, прежде всего, популярность. Субтитры сделал DimaTorzok Лига Белова. В чем отличие, почему играли в этом сезоне в двух соревнованиях? Были вот эти предоставить возможность 16-й лучше соревноваться и как бы готовить кадры для, прежде всего, сборной студенческой России. Дело в том, что в этом году было принято решение, что на универсианды будут не как раньше посылаться команды, составленные из профессионалов, которые участвуют там в профессиональных командах, являются студентами, а именно посылать непосредственно тех, кто действительно студенты. Почему ей было предъявлено, чтобы была успеваем, чтобы чисто или чистые студенты участвовали. Но все-таки послать чистых студентов сразу, как говорится, на профессиональный уровень, а на универсианды участвуют очень сильные команды. Естественно, как бы решили вот немножко даже на первый год обкатать тех, кто будет предоставлять, как говорится, это. Но оно так и получилось. Из четырех финалистов Лиги Белова три представляли студенческую Лигу ВТБ. А если брать, предположим, из восьми команд, то там шесть представляло. То есть фактически все команды на первом, особенно, вот ЛАЗ-64 был, все 16 команд, которые участвовали, они все прошли дальше. Поэтому, в общем-то, в этом отношении уровень хороший. И, как говорится, в этом отношении только можно, чтобы дальше развивалось. Как раз сейчас много было дискуссий, как дальше развиваться именно студенческой Лиги ВТБ. А Лига Белова, это она останется, это как бы, как вам сказать, вот у нас... Сливки общества. Да, это в первенстве города у нас существует, предположим, регулярный чемпионат, а потом Кубок Приматова. В Кубке Стэнли участвуют сначала. Это в этом плане нормальное явление, когда лучшие команды, а тем более при таком количестве, когда 800, без этого не обойтись. Просто есть, когда регионально, дивизионально, а потом лучшие. Но для того, чтобы вот нашей команде, или другим командам студенческой Лиги ВТБ в этой общей массе не вариться, а соревноваться с более сильными командами, то, естественно, была создана эта студенческая Лига ВТБ, и она только будет развиваться. Проходят региональные соревнования. Да, между ВОЗами. Между ВОЗами, да. Вот расскажите про эту историю. Ну, если вот говорить про эти соревнования, то я скажу так, что они всегда, в общем-то, шли в упорной спортивной борьбе, потому что, если мы немножко, мы говорим так, будет в историческом плане, то для ректоров ВОЗов это, пожалуй, самое главное среди студенческих соревнований. Это главное. Их именно быть сильнее конкурента внутри города, области для ректора, это престижно, потому что, опять-таки, я не по-настоящему знаю, потому что общаюсь немножко, и когда собирается, например, совет ректоров, а помнишь ее тебе, они между собой тоже, ну, на следующий год готовься, я свою команду там и так далее. Естественно, в прошлом году Политехнический университет занял второе место, и в этом году была четкая установка, не может быть такого, что одна из лучших в стране студенческих команд, а в области, предположим, занимает какие-то там вторые, третьи места, и потом было четко сказано. Первого, другого мы руководство не примем. Мы сказали, есть, и надеюсь, что выполним эту задачу. Это был студенческий баскетбол. На телеканале «Самара ГИС» в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь. С вами увидимся через неделю вечером без 15.8 или раньше на спортивных площадках областной столицы. До встречи.